Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 8, текст 30. Лос-Анджелес, 22 апреля 1973 год. Атмана, of the vital energy. Тирьяк, animal, marine, human being. Ришишу, in the sages. Я дахсу, in the water. Тат, that, Атянта, veritable. Перевод. О, душа Вселенной, ты действуешь, хотя ты бездетельный, и рождаешься, хотя ты сама жизненная сила и нерожденный. Тут и впрямь есть от чего прийти в недоумение. Ты сам не сходишь сюда и появляешься среди животных, людей, мудрецов, обитателей вод. Поистине, это может сбить с толку кого угодно. Итак, Кришна называет здесь Вишватман. Жизненная сила Вселенной. В моем теле и в вашем теле есть жизненная сила. Это жизненная сила. Это атма. Сущность, живое существо или душа. Из-за того, что жизненная сила, душа, присутствует там, все тело функционирует. Подобно этому, существует высшая жизненная сила. Высшая жизненная сила — это Кришна или Верховная Личность Бога. Поэтому, как может идти речь о Его рождении, явлении и уходе? В Бхагавад-гите сказано «Дивьям» значит «духовный». «Аджа» значит «нерожденный». «Авиятма» «неразрушимый». Итак, Кришна существует, как в начале этой стутры Кунти Деви обращается к Кришне. Ты внутри, ты вовне. И все равно ты недоступен восприятию чувств. Кришна находится внутри всего, вовне. Это мы уже объясняли. Кришна пребывает в сердце каждого, поэтому Он внутри всего. Он находится даже внутри атома. И также снаружи. Вишварупа, которую Кришна показал, Вишварупа — внешняя форма. Это гигантское космическое проявление. Это внешнее тело Кришны. Это описывается в Шимад-Бхагаватам. Холмы, горы описываются как кости, как в нашем теле есть части, поддерживаемые костями. Такие огромные горы и холмы описываются как кости. Огромные океаны сравниваются с различными углублениями в теле, снизу и сверху. Подобно этому, Брахма Лока — это череп, верхняя часть головы. Таким образом, тем, кто не может увидеть Бога, советуют видеть различные Его проявления. Таково наставления ведической литературы. Потому что вы можете просто представить себе Бога, великий. Но вы не знаете, насколько Он велик. И в вашем понимании Его величия, подобно очень высоким горам, небу, большим планетам, такое описание есть. Вы можете размышлять над этим. Это также сознание Кришны. Если вы думаете, что эта гора — кость Кришны, то это тоже сознание Кришны. Это на самом деле так. Если вы думаете, что этот огромный тихий океан — это пупок Кришны. Эти огромные деревья — растения — это волосы на теле Кришны. С тем голова, макушка Кришны — это Брахма Лока. Ступни Патала Лока. С тем голова, это Махато Махиян. Когда вы думаете о Кришна, если вы считаете Кришну больше величайшего, вы можете так думать. Если вы думаете, что Кришна одновременно меньше величайшего, это тоже Его величие. Это тоже величие. Кришна может создать это гигантское космическое проявление. И Он может также создать маленького насекомого, меньше точки. Иногда в книгах можно заметить, как движется какое-то насекомое. Его очертание меньше точки. Это мастерство Кришны. Он может создать что-то больше величайшего и меньше величайшего. сейчас люди в соответствии со своим пониманием создали самолет Боинг 747-й, который должен быть очень большим. Хорошо, в соответствии с вашим сознанием, вы создали что-то большое. но можете ли Вы создать маленький самолет наподобие летающего насекомого? Это невозможно. Поэтому величие указывает на того, кто может стать больше величайшего и меньше мельчайшего. Это величие. Если Вы можете действовать односторонне, это все еще не совершенство. Предположим, Вы можете создать еще больше самолет. Я не думаю, что они создали самый большой самолет в наше время. Мы узнаем из Бхагаватам Кардама Муни, отец Капилла Девы. Он создал самолет как большой город. Большой город с озерами, садами, огромными домами, улицами. И весь этот город летал по всей Вселенной. И Кардама Муни показал своей жене все планеты. Все планеты. Он был великим йогом. А его жена Девахути была дочерью Вейва Свата Муни, дочерью великого царя. И Кардама Муни хотел жениться. У него было такое желание. И тотчас же Вейва Свата Муни, его дочь Девахути, также сказала ему, мой дорогой отец, я хочу выйти замуж за этого мудреца. И так он привез свою дочь. Господин, вот моя дочь, прими ее своей женой. И так она была дочерью царя, очень богатой. Но придя к своему мужу, она была вынуждена так много служить, что она стала стоящей и худой, не получая достаточно пищи и работая день и ночь. И когда Муни почувствовала сострадание, эта женщина пришла ко мне, она дочь царя, и находясь под моей защитой, она лишилась всех удобств. Поэтому я сделаю ей приятно. Он спросил жену, как тебе доставить удовольствие? Природа женщины это хороший дом, вкусная пища, красивая одежда, хорошие дети, хороший муж. Это заветное желание женщины. И он доказал, что он самый лучший муж, какого она только могла себе получить. И так, прежде всего, он подарил ее всеми богатствами, большой дом, служанки, роскоши. А затем он создал этот самолет за счет своей йогической силы. кришна. Мамуни был человеком, если он мог совершить такие поразительные вещи с помощью йоги, а Кришна это йогешвара, повелитель всех мистических сил йоги. Кришну в Бхагавадгите называют йогешварой. Когда мы обретаем немного мистической силы, мы становимся большим важным человеком. А он повелитель всех мистических сил йоги. В Бхагавадгите говорится, где бы ни находился йогешвара Хари, Кришна, верховная личность Бога, повелитель всех мистических сил, и где бы ни находился Дханурдхара, Арджуна, Партха, там есть все, там есть все. Мы должны помнить об этом, если вы можете всегда оставаться с Кришной, то тогда будет полное совершенство. Там будет полное совершенство. И Кришна согласился, в особенности в этот век, в этот век Кришна не зашел как Святое Имя. Поэтому Чайтана Махапрабху говорит, мой дорогой Господь, ты настолько добр, что даешь мне свое общение в форме своего Святого Имени. Махапрабху Намамамакари Бхагра Нижасат Бхашакри Татрабхитани Махапрабху Махапрабху и это Святое Имя можно воспевать в любых условиях. Не существует строгих правил. Вы можете повторять Харе Кришна везде, как эти дети. Они также воспевают, они также танцуют. Это совсем нетрудно. идя на прогулку, как наши ученики. Они берут с собой чертки, они гуляют по пляжу и повторяют Святое Имя. Разве вы что-то теряете при этом? Но то, что вы обретаете настолько велико, вы лично общаетесь с Кришной. Приобретение настолько велико, если вы чувствуете сильную гордость, если вы общаетесь лично с президентом Никсоном, какую гордость вы при этом испытываете? О, я рядом с президентом Никсоном. И что, разве вы не будете чувствовать огромную гордость, если будете общаться с верховным Никсоном, который может создать миллионы Никсонов? У вас есть эта возможность. Поэтому Чайтана Махапрабу говорит, «Мой дорогой Господь, Ты настолько милостив ко мне, что всегда постоянно даешь свое общение. Ты готов отдаешь». Но я настолько неудачен, я не пользуюсь этим преимуществом. Дурдаева, неудача. это движение сознания Кришны просто просит людей, повторяйте Харе Кришна. Однажды в одной газете был напечатан комикс, вы, наверное, помните, в Монреале или здесь, я не помню, одна полная женщина и ее муж сидят лицом друг к другу. Женщина просит своего мужа, «Пой, пой, пой». А он отвечает, «Не могу, не могу, не могу». Это то, что происходит. Мы просим всех, «Пожалуйста, пойте, пойте, пойте». Они отвечают, «Не можем, не можем, не можем». В этом их неудача. Неудача. Тем не менее, наша обязанность сделать от этих неудачливых горемых удачнями. Это наша миссия. Поэтому мы выходим на улицы и воспеваем, хотя они говорят, «Мы не можем, мы продолжаем петь, это наша обязанность». И каким-то образом мы вручаем ему книгу в руку. Он становится удачливым. Он бы раскратил свои тяжело заработанные деньги на различные отвратительные греховные занятия. Но если он покупает книгу, неважно, какая цена, он правильно использует свои деньги. Это начало сознания Кришны. из-за того, что он дает немного денег, заработанных тяжелым трудом на это движение сознания Кришны, он получает духовную пользу. Он не теряет ничего, он обретает духовную прибыль. Поэтому наша обязанность — это так или иначе — привести каждого в это движение сознания Кришны. И он получит благо. И это происходит не только в человеческом обществе. План Кришны настолько велик, что Кришна явился как человек, как Господь Кришна, как Господь Кришна, далеко не каждый знал, что он верховная личность Бога. Он вел себя в точности как обычный человек. Необычно. Когда была необходимость, он показывал, что он верховная личность Бога. Но, как правило, его знали как обычного человека. Поэтому Шукадева Госвами описывает Кришну, говоря о том, как он играл с мальчиками-пастушками. Шукадев Госвами обращает внимание, кто этот пастушок. Иттанг Сатанг 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 и персоналисты медитируют на безличный брахман и испытывают некоторое трансцендентное блаженство. Шукадева Госвами говорит, что источник этого трансцендентного блаженства находится здесь, Кришна. Ахан Сарабас Прабхага Кришна является источником всего. Поэтому трансцендентное блаженство, которое испытывают имперсоналисты, пытаются испытать, медитируя на безличный брахман. Шукадева Госвами говорит, «Брахмасукка» Прансцендентное блаженство осознания брахмана. «Дасангатанам парадхиватенам» Вот личность, которая является источником Брахмасукки. «Дасангатанам парадхиватенам» «Дасангатанам» «преданные». Преданные всегда готов оказать служение Господу. «Дасангатанам» «Парадхиватанам» «Супрень Парадхиватанам» «Парадхиватанам» «Верховная Личность Бога». Вот источник Брахмасукки. изначальная Личность Бога. Отец, кто находится под покромом иллюзорной энергии, для них он обычный мальчик. Итак, он соответствует пониманию «Яттамамам Прападьянте». Если Кришну принимают как обычного человека, мальчика, и Кришна будет вести себя с ним как обычный человек. Если Кришну принимают как Верховную Личность Бога, преданный будет наслаждаться общением с Верховной Личностью Бога. А если имперсоналисты питают огромную привязанность к Брахмаджиоте, то он его источник. Таким образом, он представляет собой все. Итак, эти мальчики играют со столь великой Личностью Бога. Как? Почему? Как они стали настолько удачливыми, чтобы играть с Верховной Личностью Бога? Эти мальчики, пастушки, которые теперь играют с Кришной, они также необычные. теперь они достигли наивысшего совершенства, ибо могли играть с Верховной Личностью Бога. Как они обрели это положение? Хэртопуня-пунь-пунь-джа, много-много жизней занимаясь благочестивой деятельностью, потому что эти мальчики много-много жизней совершали аскезы, покаяния, чтобы достичь наивысшего совершенства жизни. Теперь у них есть возможность лично играть с Кришной на равных. Они не знают, что Кришна — Верховная Личность Бога. Это Вриндавана Лила. Мальчики-пастушки, они просто любят Кришну. Их любовь не имеет предела. Каждый во Вриндаване, как Кишода-Мата или Надда-Махараджи, они пребывают в родительских отношениях с Кришной. Итак, мать и отец любят Кришну, друзья любят Кришну, подружки любят Кришну, деревья любят Кришну, вода любит Кришну, цветы, коровы, телята. Все любят Кришну. Это Вриндаван. Поэтому, если мы просто научимся любить Кришну, тогда мы сразу же сможем превратить этот мир во Вриндаван. Это самый главный момент. Как полюбить Кришну? Поэтому Чайтанна Махапрабху сказал, что люди стремятся к этим четырем вещам. Дхарма Артха Кама Мокша. Чайтанна Махапрабху не придавал этому значения. Это небольшое достижение в жизни. Конечно, человеческая жизнь начинается только тогда, когда присутствует понятие религии, дхармы. Но в настоящее время в Каль-югу дхарма практически сведена к нулю. Поэтому в соответствии с ведическими представлениями современная человеческая цивилизация не является даже человеческой. Потому что в ней нет дхармы, нет религии, нет морали, нет благочестивых поступков. Нет дела. Каждый может делать что угодно, не задумываясь. Прежде существовала нравственность, безнравственность, неверующие, верующие. Но с развитием Каль-юги все приходит в упадок. Говорится, что в Каль-югу около 80% людей греховны. Все греховны. И мы можем видеть на своем опыте те грехи, которые мы перечисляли, четыре принципа. Незаконные половые отношения, одурманивающие вещества, мясоедение и азартные игры. Это четыре столпа греховной жизни. Поэтому мы просим наших учеников прежде всего сломать эти четыре опоры. И тогда корень греховной жизни будет уничтожен. Затем воспевайте Харе Кришна, оставайтесь столькими на трансцендентном уровне. Простой метод. Потому что один не может понять Бога, ведя греховную жизнь. Это невозможно. Поэтому Кришна говорит, анта-гатам значит законченный. Тот, кто покончил с греховной жизнью, греховной греховной жизни. Тот, кто совершает благочестивые поступки. Потому что действовать, заниматься чем-то необходимо. Поэтому если человек совершает правильное деяние, то его греховные поступки исчезнут естественным образом. С одной стороны, он должен добровольно пытаться разрушить эти опоры греховной жизни. С другой стороны, он должен занять себя праведными делами. Просто теоретически это сделать невозможно. Потому что каждому необходимо чем-то заниматься. если он не совершает благочестивых поступков, то просто теоретически у него ничего не получится. Пример из практики. Ваше правительство тратит миллионы долларов на то, чтобы положить конец этим наркотикам. Все знают. Но им не удалось этого сделать. Как они могут поставить ЛСД или спиртное просто благодаря вашим законам и лекциям. Это невозможно. Вы должны их правильно занять. Тогда это произойдет само собой. И вы видите на практике, что нашим ученикам, которые пришли сюда, мы даем наставление, никаких одурманивающих средств. Тут же они отказываются. А правительству это не удалось. Это практично. Если вы не займете кого-то хорошей деятельностью, то вы не сможете остановить его плохую деятельность. Это невозможно. Поэтому мы предоставляем две стороны. Хорошее занятие и одновременно запрет. Мы не говорим просто не вступайте в недозволенные половые отношения, не принимайте одурманивающих средств. Нет смысла просто отрицать. Необходимо что-то позитивное, потому что каждый стремится к деятельности. Зато что мы живые существа, мы не мертвые камни. Другие философы пытаются стать мертвыми камнями с помощью медитации. Я буду думать о пустоте, о чем-то безличном. как вы можете искусственно превратить все в пустоту? Ваше сердце, ваш ум полны деятельности. Так это искусственно, это не поможет человеческому обществу. Так называемая йога, так называемая медитация, это мошенничество, потому что нет деятельности. Но здесь есть деятельность. Здесь все заняты вставать рано утром для предложения Арктики к божествам. Они готовят замечательную пищу, они украшают, делают гирлянды. Так много разных занятий. Они отправляются на Сан-Кер-Тену, собирают заказы на книги, рыбалюты. Занятость в течение 24-х часов, поэтому они могут отказаться от греховной жизни. Все описано в Бхагаладхите, например, в больнице. В больнице лежит много больных, и они ничего не едят в Экадыше. Значит ли это, что они соблюдают Экадыше? они только мечтают, когда же я поем, когда же я поем, когда же я поем. но наши ученики добровольно ничего не едят. Мы не говорим, что нельзя ничего есть. Фрукты, соцветия, это можно есть. парамдриштвани вартаты. Подобно ребенку, он держит что-то в руке и ест. и если вы дадите ему что-то получше, он выбросит то, что у него было раньше и возьмет лучшее. Вот, сознание Кришны это лучшие занятия, лучшая жизнь, лучшая философия, лучшее сознание, все лучшее. Поэтому они могут оставить греховные действия. Это приведет их к сознанию Кришны. Итак, это происходит не только в человеческом обществе, в обществе животных также. В обществе животных обитателей вод, поскольку все являются неотеренными частями Кришны, его детьми, и они гниют в этом материальном мире. Поэтому у Кришны есть план, большой план, как освободить их. Он приходит лично, иногда он посылает своего очень дорогого, преданного. Иногда он приходит сам, иногда он оставляет наставления, подобные Бхагавадгите. Субтитры